всем привет ребятки сегодня будет делать соленья из помидорчиков зелененьких бурых помидорчиков для этого нам понадобится вот чесночок я уже надробил прям шелухой молоточком побили и все очищать не нужно также нам нужно будет вот смотрите здесь укропчик и веточки вишни что нам нужно будет все больше ничего не нужно все закладываем вот помидорчики вот здесь разные красные бурые зеленые все закладываем берем бочечку вот такая бочечку здесь 60 литров и мне не хватит на зиму берем на не сложим немного укропа немного веточек и у такую хорошую жменьку чеснока теперь на низ закладываем чисто зеленый помидор вот я на низ кладу так зеленые и по степени подымания мы будем ложить буры муры а пока закладываю расскажу какой мне контент есть на youtube канале можете зайти по ссылочке я его оставлю это все что касается соленья есть арбузики обалденные есть который вот в бочках моченые арбузики переходим по ссылочке кому интересно смотрите также огурчики есть капуста квашеная есть обалденный сало этот салатик рецепт домашние вот так закладываем а помидорчики свои вот уже морозик долбанул у нас здесь крыму сегодня 27 октября уже все уже помидоры вырываем зелеными срываем кому интересно помидоры зеленые просто для информации продаю здесь вот магазин сдаю 50 рублей 1 килограмм теперь вот здесь наберем зелененьких пока закидываем все теперь опять кидаем вот чесночок укроп и листья все продолжаем кидать вот видите бочка наполнилась высыпаем сюда весь оставшийся чеснок также сюда вот положим укропчик и листья вот так так все засунем и этой потом тарелочкой накроем вот так и поставим гнет сюда чтоб тяжелый вес был так все вот ребятки следующий этап наливаем рассол я заранее приготовил на 10 литров воды пол килограмма соли все вот сюда где-то примерно должно уйти два ведра я предполагаю не хватит еще долью вот видите притык немного осталось в этот понты все как по профессиональски да видите все полное сверху теперь положим тарелочку и сверху в нот и все и в подвал холодное помещение чтобы она солилась и когда самое главное когда берете старайтесь руками не лезть чем-нибудь либо салафан одеть либо чё чтобы он не прокис вы самый главный потому что когда больших объемах делаешь зачастую бывает бочка пропадает киснет почему это получается потому что грязными руками лезут в бочку набирают помидоры лучше либо им до щипцами взять либо салафан одеть вот примерно через месяц уже полтора будет готово все ребятки подписываемся ставим лайкосики у меня много интересных рецептов переходите смотрите кому интересует соленья там очень много разновидностей всяких разных вкусняшек переходим подписываемся ставим лайкосики много-много оставайтесь с нами у нас интересно всем пока